Антицерковная политика государства Антицерковная политика государства 60-х годов А в 60-е годы в СССР начался второй крестовый поход против религии Первый крестовый поход на начало 30-х пришелся, его назвали пятилеткой безбожией Второй поход в 60-е годы, время правления Хрущева Чем было вызвано очередное наступление на религии, веру? Умножение количества верующих, количественный рост сильно обеспокоил партию большевиков Тем более, как мы отметили, евангельские общины были слишком похожи на комсомольские организации На партийные, по своей структуре, по активности общественной Идеология, да, тоже была Ну, что касается морально-этического свода, то он совпадал Моральный кодекс коммунизма и тучение евангелия в морально-этическом плане, то совпадал А Хрущев любил в чем-то самоутверждаться То он вдруг пакуроз начинает сеять Это был такой, как говорится, колхозный председатель Колхозный председатель, который оказался у руля власти Сосредоточил в своих руках и партийную власть, и государственную, и правительству возглавлял Три должности Первый секретарь ЦК, председатель Совет Министров и председатель Президиума Верховного Совета Тоже очередной культ стал формироваться Хрущев заявил, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме Вот такой постулат был выдвинут Будем мы жить по принципу тогда От каждого по способностям, каждому по потребностям Наступит золотой век, через 20 лет примерно Вы, мол, увидите, все это на ваших глазах произойдет И тут же было сказано, что в коммунизм с собой верующих мы не возьмем Верующих не должно быть при коммунизме В скором времени по телевидению вы увидите Последнего Попа Последнего Попа покажем вам по телевидению Последнего Баптиста Последнего верующего Какие же меры стали приниматься для того, чтобы искоренить веру Было внедрено преподавание атеизма На всех уровнях Почти во всех учебных заведениях Начиная аж с детсада Должны были организовываться Кружки атеизма Беседы на атеистические темы Лекции Лекции Учителям Школьным предписывалось Чтобы они обязательно Включали В свою там Внеклассную работу Беседы на атеистические темы И даже была такая установка Что все предметы Школьные Будь то математика, физика, химия Должны преподаваться В окружении материалистической Атеистической идеологии Что еще было предпринято Выпуск массовыми тиражами Антирелигиозной литературы Антирелигиозная литература Громадными тиражами пошла Стали выпускать журнал Наука и религия Атеистический журнал Были введены Новые статьи в Уголовный кодекс Новые статьи Которую можно было применять К верующим Это статья 142 Часто ее применяли Она гласила Что там было записано Нарушение законов об отделении церкви от государства И нарушение закона об отделении школы от церкви Как эту статью применяли к верующим Вот пришли контролеры на богослужение И вдруг в это время Пресвитер разрешил, чтобы Ребенок рассказал стихотворение Короткое Это тут же фиксировалось И квалифицировалось как Открытие воскресной школы Как обучение детей религии Резвом на обучении Стоило где-то зафиксировать Участие детей Даже где-то на домашнем Семейном собрании Когда гости там пришли на день рождения И дети там что-то рассказали Спели Значит это тоже было материалом Для того, чтобы Осудить человека Статья 190 прим Распространение клеветнических измышлений Порочащих наш советский и государственный строй 190 прим Прим сверх черточка 190 прим По этой статье тоже поголовно Эту статью поголовно применяли к нашим верующим Каким образом А те же самые контролеры Пишут рецензии на проповеди Слушают Что-то такое сказал проповедник Им показалось, что Слишком тесная связь с современностью С политикой Тут же Фиксация протокола Вот Я сам часто попадал в такие ситуации Однажды Во время проповеди Я допустил такое высказывание Что человек без веры в Бога Не может быть по-настоящему счастлив Не может жить В настоящей полноценной жизни Если у него нет веры в Бога Тут же составит протокол Клевета на советскую власть В начале штраф Штрафные санкции Вызывают на так называемую административную комиссию В райисполком Комиссия Выписывает штраф А значит Ножницы были такие Минимум штрафа 10 рублей Максимум 50 Вот интересно Там комиссия Разные За разные там нарушения Изначают штраф За то что мусор там не убрал И туалет там в том месте поставил Во дворе Когда наши верующие спрашивали Ну а почему От 10 до 50 А нас всех На 50 рублей штраф Максимал Да Они отвечали так А за религию у нас Не менее 50 А сумма так Да За религию 50 А максимальная А если еще в суде начал проповедовать На суде? Да Ну что они вообще доказывают Проповедовать На судах обычно представляли Последнее слово Верующих Последнее слово Законное Да И они проповедовали Как правило По закону верующим полагалось адвоката Большинство не брали адвокатов Говорили что мы сами Нас Господь защищает И мы Сами себя Вверх сил и возможностей Будем Защищать На суде Вот этот момент Использовался Для проповеди Для свидетельства Но Реакции были разные Я видел Фильм Советский фильм Который Сохранили Пятидесятники Из шестидесятых Годов Там Документальный Фильм Советский Как Обсудят Пятидесятников Подмосковье Речь прокурора Речь общественных Обвинителей И ему дают Последнее слово Он начинает Говорит о том Он говорит Как я уверовал Как пришел к Богу Как Господь меня нашел Вся публика Которая сидит в зале Начинает смеяться Над ним Над его свидетельством Испринимает Принимает Это Чаще всего Как организовывались Такие процессы В зал судебных заседаний Обычно Привозили публику Совсем Посторонние Все эти люди Не могли врубиться Что здесь происходит И кого здесь судят Могли привезти Просто рабочих С какого-то завода Взять там Бригаду строителей И привезти Чтоб заполнить все места Могли привезти Студентов Там С луза Прямо занять Ну а студенты Как говорят Лафа Вот Будем лекции слушать Да Сидеть там Но среди студентов Мыслищие люди Попадались После Отсидки И слушания Такого дела Некоторые студенты Студенты говорили А мы сегодня Побывали Мы сегодня Как будто Посмотрели фильм Из серии Жизнь замечательных людей Из серии Жизеев Заполнялся Вот таким образом Весь зал Тут у дверей Стоят родственники Друзья Верующие Стоит такой громадный Стражник Прапорщик Никого не пропускает Даже мать Пытается проникнуть Вовнутрь Пройти Стражник ей говорит Ну судебный процесс У нас открытый Но вы видите Там мест нет свободных А стоять нельзя Только сидеть Можно свободных Мест нет Все аргументировано Да Все аргументировано Но такие изобретения Советская власть Была прям Ну Эквилибристом На вся Лера шла Обман Коварство Лукавство Такая Изощренная Ложь Клевета И еще одна была Статья 227 Ее тоже Использовали Против верующих Посягательство На правах Граждан А что Мало считаться Посягательством Он пригласил Верующего Своего там Товарища Напаренька Поработать На собрании Если этот человек Стал Один Второй раз Посещать Могли уже Подвести Вот такой базы Он посягает На права Гражданина Что у нас Должны быть Все верующие Он Привлекает Его Собрание Вовлекает Как говорится В результате Вот такой политики Таких мер Началось Начались Массовые Закрытия Храмов Молитвенных Домов В начале 61-го Года 300 церквей Ехэбэ Были закрыты Это только Начало Болота А на православных Тоже Да На православных Тоже Из 22 Тысяч Приходов Православных В 66-м Году Осталось Только Семь с половиной Тысяч Тоже Позакрывали Из 22 тысяч Семь с половиной К 66-му Году Со стороны Верующих Ехэбэ Начиная С 60-х Годов Это Минимум 200 Кузников За веру Всегда Было Минимум 200 Минимальное Количество До 300 Доходило Больше Начиная с 61-го года И дальше И далее Приглашаем Приглашаем вас Принять участие В глобальном Проекте По распространению Евангелия И расширению Библейского Образования От нас Зависит Будет ли Христианское Образование Доступно Поддержите Наш проект Молитвой И финансами О чем молиться И как пожертвовать Вы можете узнать На сайте www.tvseminary.com Продолжение следует...